Привет всем добрым людям! С вами Елена на своем канале Мой Сад Воплощение Мечты. Пополнение садового архива, конец месяца, конец июля 2020 года. Год выдался непростой, но в целом я довольна. Есть, конечно, проблемы в саду, и, в общем-то, они показательные, и на самом деле я рада, что все так происходит и так все складывается. Несмотря на все сложности, мы их преодолеваем успешно и двигаемся дальше, в том числе и что касается растений в саду. Вот это одно из преодолений, очередная разработка конструкции, но это впереди. Опоры, клетки, все, мы этим занимаемся сейчас уже по-серьезному. Но сейчас, в общем-то, не об этом. Сейчас о саде, о его состоянии. Ну что ж, сезон перевалил за вторую половину, и можно уже делать кое-какие выводы. Самое главное, что в этом году произошло, это начали прекрасно расти посаженные мною кустарники, деревца, и структура сада начинает подрастать. Вот вместе с вами мы стригли в начале лета мою живую изгородь, будущую живую изгородь из туй, которая будет разделять сад на две зоны. И я довольна, как туйчики обросли. Теперь следующие стрижки будут уже минимальными до момента, пока изгородь не достигнет нужной мне высоты. Потом я буду ее поддерживать в том размере, который хочу. Что еще? Какие еще достижения? Несмотря на то, что льют бесконечные дожди, я с гордостью констатирую, что слизней и улиток в саду стало намного меньше. Единственное растение, которое по-прежнему страдает от нападения этих моллюсков, это бузульник зубчатый. Ну что ж, я попробую еще, я продолжаю борьбу, и я понимаю, что это бесконечная будет история. Но попробую еще сезон, посмотрю, как на следующий год. То есть я продолжаю ручной сбор, в этом году ничем не травлю, никакой метальдегид я не использую в этом году. И хочу отметить, что стало намного больше жужелит в саду, и даже встречаю лягушек. Это радует. Это, кстати, я вот прошла, а у меня же сделана специальная емкость для лягушек. И в этом году головастиков, конечно, не было, но лягушки уже сюда посещали это мое озерцо. Сейчас я вам покажу. Вот здесь у меня вкопано 20-литровое ведро. В нем растет схеноплектус, жуткая экзотика. С этим растением я познакомилась в саду у Александра Марченко, водные сады. Есть ролик на канале, посмотрите. Это удивительно. Сад, к сожалению, сейчас закрыт для посещения, но нам удалось побывать. Так вот, в этом прудике уже лягушки его посещают, и я надеюсь, что в следующем году они даже выведут головастиков. Так, ну я продолжаю тему древесных растений. Все многолетники мои, в общем-то, вы видели травянистые. Сейчас я иду по прогулке, в общем-то, фиксация состояния древесных растений. Можжевельник скальный. Прирост сантиметров 20. Неплохо, я думаю, тем более, что я его, в общем-то, стригла. Вообще, считается самоформирующееся растение, но рекомендую чуть-чуть его все-таки подстригать, для того, чтобы он загущался, чтобы не было редких веток, которые при порывах ветра, это, кстати, помпанела в кадре, доцветает первую волну. Не знаю уж, будет ли вторая волна. Какой-то странноватый, конечно, и для Росгод. Так вот, можжевельник скальный, его стригут чуть-чуть, для того, чтобы не было вот таких вот редких веток, которые при порывах ветра могут развиваться, раздуваться и выглядеть не декоративно. Ощутимо подросла моя елочка коника. Вот сюда я пересадила свою гортензию фантом, как и планировала. Должен быть большой куст. Посмотрим, как я буду его тут выстригать, чтобы он не мешал ни коники, чтобы вот все вот эти растения, вот этому можжевельни... Ой, извините, это кипарисовик лаусона. Вообще, ненадежное растение для наших широт, и я, в общем-то, больших иллюзий не питаю, что оно будет у меня тут жить вечно. Но пока растет, так что гортензию буду так либо подпирать, либо выстригать таким образом, чтобы она не мешала, и чтобы он ей не мешал. Кизильники. Кизильники блестящие. Вот здесь стеночка подрастает. Подрастает, и это хорошо. И ту ее хорошо подросла, которую мы вместе с вами стригли. У нее прирост сантиметров 30, наверное, не меньше. Распушился после стрижки тис ягодный. Бузина красная, она меня не подвела. Ругают это растение, но оно мне так нравится. А помните, я показывала вам волшебный сад Натальи Китовой. Она использует это растение в своем саду и любит его. Не знаю, что уж так на нее нападают. Красивое растение. Да, это растение ядовитое. Но много растений в наших садах ядовитое. Те же пионы, например. Так что просто надо об этом знать. Если есть дети в саду, то, конечно, может быть, и не сажать такие растения, пока детки маленькие. Арония начинает подрастать, черноплодочка. Планирую ее стричь. И, в общем-то, я считаю, что моя бузина здесь будет высокая. Вот этот боярышник будет достаточно высокий. И куст арония, я думаю, что здесь впишется. Хорошо подрос. Чубушник. Забыла, как называется чубушник. Ива хорошо подросла. И знаете, вот после того раза, как я вам пожаловалась, что плохо растет, видимо, он услышал. И начал вдруг расти так хорошо. Смотрите, прям литочка. Лук пока не убираю, то здесь совсем пусто. Крушина лукая очень хорошо подросла. Думаю, что я ее здесь оставлю, потому что дерен белый я собираюсь... Не назвала, кто у меня хорошо начал расти-то. Дерен белый я собираюсь на ножки поднимать, повыше делать. Ива, соответственно, дерево. А здесь внизу, может быть, может быть, и даже неплохо будет эта крушина. Она хорошо стрижется. Дорожка эта такая чисто символическая. Используется только мною для ухода за садом. Особо по саду я не гуляю. Что тут гулять на двух сотках? Это две сотки, между прочим, для тех, кто первый раз смотрит. И Подмосковье. Калина, гордовина, тоже хорошо подросла. Обработала я вот здесь землю байкалом, досыпала перегноя. И пошла в рост, наконец-то, моя страдалица герань. Наконец-то она стала саму на себя походить. Выстригла всю вот эту... Здесь у меня была живучка. Я ее выстригла и тоже все досыпала перегноем. И думаю, что она сейчас должна уже тоже пойти в рост. Будет все хорошо. Так что все потихонечку подрастает. Туевик. Один из сортов. Это не самый распространенный, кстати сказать, туевик. Поэтому его не всегда узнают. И я не сразу тоже его признала. Но специалисты все-таки подтвердили мне, что это он, туевик. Что ж. Клеть будем на днях вместе с вами ставить на розу. Ива. Которая японская, которой я все время забываю название. Но ничего, растет. С переменным успехом. Она у меня растет. Больших ставок я на нее не делаю. Опять же, вспомнить Марченко. Сегодня я его часто вспоминаю. Убрал он все... У него же питомник Ив. Он специалист по Ивам. И книгу написал по Ивам. Ни одной такой японской ивы теперь в его саду нет. И он их не продает сейчас. Ну, я думаю, что это показатель. Что у меня здесь. К сожалению, мокрота сказалась бесконечной дождь, о котором я молила в прошлом году. В этом году он льет, льет, льет. И, в общем-то, конечно, и на розочках на моих, и на пионах это дело сказалось. Ну, ничего. Прорвемся. Ну, что ж. Только я сказала про дождики, и дождик сразу же ливанул, спугнув меня. Но ненадолго. Так что я в этот раз одним, одной частью обойдусь. Тем более, что все в основном недавно уже показывала. Все, что хотела зафиксировать, зафиксировала. Бузину вам показывала. Цветник с розами и бузиной. Бузина по-прежнему красотка. Крем для крем по-прежнему красотка. Все с ней в порядке. Вот розочка достаточно стойкая. Да, пришлось вырезать несколько побегов у нее. Начался процесс ЛМР ложной мучнистой росы. Но по сравнению с другими розами она молодец. Конечно, кое-что пришлось совсем обчекрыжить. Но на самом деле я даже рада, потому что, может быть, это как-то прозвучит не очень хорошо, но все-таки розы, которые не выдерживают наших погодных условий, наверное, не имеет смысла мучиться и мучить их. Поэтому часть роз я, конечно же, буду пристраивать. Особенно те, которые цветут бокальчиками, полное разочарование. Великолепно. Сейчас уже доцветает, конечно, но очень красиво было. И сейчас даже, несмотря на вот эту вот винтажность цветающих цветочков, это The Fairy. Надежная розочка. Прелесть. Дитер Мюллер там на вторую волну идет. Все в порядке. Хиноцея со щучкой прекрасно смотрится. Вот просили показать розу Вартбург. Ну, вот она растет, но почему-то резко так вот ее хлороз накрыл, хотя кормила так же я, как и все остальные свои розочки. Такая вот история. Ну, я думаю, что мы справимся с этим. Сейчас я особо кормить не буду уже, конечно. Куда? Уже скоро август, нам уже к зиме надо готовиться, никаких подкормок уже, разве что калийно-фосфорные. И все. Зола. Такие вот вещи. Вот хотела еще показать вам, помните, весной, ну, вернее, в начале лета я жаловалась, да, на это растение. Это кипарисовик горохоплодный, и он у меня был вечно засушенный. Вот. В этом году ему, конечно, хорошо. Вот кому хорошо от дождей, так это точно ему. И, кстати, неплохо себя чувствует в этом году клематис. посмотрите, как цветет. Давно уже цветет. Понизу цвел. Удачная эта опора оказалась. Ну, буду вам ее показывать, когда уже буду снимать. Сейчас, конечно, тут что показывать. Это лестница в небо мы называем эту опору. Так, что у меня есть еще из древесных, которые бы я хотела бы запечатлеть. Вот это растение очень интересное. Скорее всего, я его пересажу. Потому что здесь слишком близко я посадила к туе. Туя это колумна. Таким будет столбиком расти. А это дерен. Как же он называется? Компресса называется сорт. Но, по-моему, он что-то с кровью связан. Напомните. Если сейчас не вспомню, то напишу. Посмотрю, напишу. Интересное медленно растущее растение, кустарник. И еще один момент хотела показать вам из древесных. Здесь вроде как все. Все в порядке. Подрастаем. Из древесных у меня еще очень желанное мною растение, которое я уже пробовала, которое у меня погибло весной. Я посадила вот здесь. Мне подруга привезла. Вер, спасибо большое. это не смотрите, что он такой обглоданный, попал под газонокосилку. Вот опять дождь. Бересклет крылатый. Все, сейчас буду заканчивать. Хотела еще сказать, что дорожку я все-таки планирую в этом году доделать. Просили показать. Когда и если буду делать, то обязательно покажу. Все, ребят, дождик. Дождик меня опять выгоняет. Буду заканчивать. В принципе, по садику прошли, все посмотрели. Если что, пишите тайм-код, если что-то вас заинтересовало. Обязательно минута, двоеточие, секунды, без пробелов. И я вам отвечу, что за растение было в кадре. А это анемона кубейская из японских анемон, но цветущих летом. Чисто японская цветет осенью, ближе к осени. А это вот цветет летом кубейская. Все, буду на ней прощаться. Или не на ней. Пока еще не сильный дождь. Бегония, посмотрите, как красиво разрослась в ящичке. Тоже вместе с вами сажали. И розочка моя, которую я считала уже погибшая. И очень рада, что она все-таки не погибла. Yours Continued Friendship. На ней буду заканчивать. Все, выращивайте цветы и будьте счастливы. Пока-пока. Я побежала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok